Пожертвовать деньги можно в трех гунах. Слышали, что такое гуны? Бывают три гуны материальной природы. Это невежество, страсть, которая называется раджесом, невежество называется тамосом и благость. Благость называется сатва. Как вы думаете, как можно сделать пожертвование в невежестве? Алкоголику дать денежки. Которые просят у вас на очередную банку пива, так ведь? Я однажды ехал на практику сюда в Ровесник, года три назад, наверное. Еду в метро, и такого бомжеватого вида мужчина у меня просит 2 рубля. Дай, пожалуйста, мне 2 рубля. Я, естественно, ему не дал эти 2 рубля, потому что он пойдет и накопит, по 2-2 рубля соберет у 20-30 человек и купит себе банку пива или бутылку водки. В результате чего принесет себе вред, так ведь? Это будет жертвование или пожертвование в невежестве. Что я сделал? Я пришел, помню, в Ровесник, и здесь как раз ребята собирали деньги на наклейки. Видели какие-нибудь такие наклейки? «Твоя страна умирает, очнись». Видели, и рука на страну с вином. Видели, наверное, в подъездах многие клеят. Я взял и пожертвовал не 2 рубля, а все, что было, из кошелька выложил и отдал именно на это. Вот это действительно помощь в благости. Как можно в страсти пожертвования сделать? Например, взять 1000 рублей, разменять ее поменьше, по 5-2 рубля, мелочи на заправке, где-нибудь пойти и раздать ее бабушкам. То есть испытывать от этого наслаждение определенное, что совершаешь пожертвование определенное. То есть привязываться к этому. Еще ярким примером пожертвования в невежестве является жертвование больным людям. Почему? Казалось бы, люди больные, нужно сострадание определенное оказывать. Но если рассмотреть с точки зрения эффективности, как будет эффективнее сделать пожертвование, отдав его больному человеку, или сделать пожертвование, например, для того, чтобы этот человек не стал больным. Как будет эффективнее? Чтобы не стал больным. Конечно, потому что для того, чтобы вылечить одного человека, потребуется колоссальное количество денег. А для того, чтобы не стало этими самими больными 100 человек, нужно равное количество денег. Так ведь? То есть гораздо эффективнее деньги тратить на… На профилактику. На профилактику, действительно. Вот. Если у вас есть возможность совершать какие-то благие деяния, если у вас есть возможность производить какую-то литературу благостную, то есть, которая ведет к духовному развитию человека, обязательно это делайте. Потому что это не просто будет помогать этим людям, но в определенной степени это будет помогать и в этой жизни даже вам. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...